Привет, друзья, подписчики мои! Ну что ж, у меня на самом деле большой выбор насчет сегодняшнего ролика, потому что, с одной стороны, у нас и данный персонаж, а именно Проминанс Валкери, и Проминанс Феникс очень сильные волчки, но как будто бы все-таки у нас Проминанс Валкери, правда, от Флейма, к сожалению, чемпион нашего... этого самого... что мы там делали? Бэй Блэд Слэйм, да, вот мы делали. Вот, и как будто бы, наверное, Драйвер Атомик выигрывает вот этот Драйвер, а, по-моему, как от Фафнира, вот этот Драйвер, да, от Миража, или от какого? Это, по-моему, от... Друзья, откуда Драйвер? Вот этот Драйвер, правда, что-то я совсем запамятовал, но это, правда, с металлической пластиковой штукой, но все равно. Не помню, друзья, откуда этот Драйвер вообще из головы повылетало, я правда не помню откуда. В комментариях, пожалуйста, напишите, интересно, почитай. Так, значит, что мы делаем? Мы сегодня... Ага, мы теперь не закрываем. Ну, в общем, короче, я определялся, определялся, и в итоге, наверное, выбор все-таки мой пал больше на Проминенс Валкере. Знаете почему? Потому что я вам говорю, и не перестану говорить, что чип верхний, это просто красота. И ни на что в бою он не влияет в этом сезоне, и как во всех других, в принципе, уж точно. Поэтому, если мы берем верхушку, все-таки вот эту, мне больше не импонирует черный цвет, ну и Драйвер, конечно, Атомик, мы берем оригинальную сборку, поэтому сегодня видео про данного парня против Валчко Бэйблэйда на турнир. Вот такое у нас сегодня интересное видео. Предлагаю начинать первый бой. Первый бой, ну и давай сравним, кто же сильнее, Феникс или Феникс, или Валькирия, вернее. Хотя, конечно, странное сравнение. Ой, что-то я плохо запустил красного, еще хуже запустил черного. Вот, но я думаю 50 на 50, так что в целом посмотрим. Интересный бой, интересный поединок. Ну, да, давай перезапустим, потому что запуск был, честно, признаться, прям совсем плохой. И сделаем наоборот. Вот снова, 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 ааа, снова эта вот деталь слетает. Кстати, первый раз слетела деталь за последнее время. Ну, хорошо. Ну, вы знаете, иногда, между прочим, Феникс без нее даже лучше справляется, чем с ней. О, вот об этом я и говорил. Неоднозначные битвы. Как-то странно повел себя под конец все-таки Феникс. Давай-ка мы, не Феникс, а Валькирия черная. Давай-ка мы все-таки раму закрепим как-нибудь. Вот. Вот. И попробуем запустить нормально. Я надеюсь, что, кстати, в раздельце получится это сделать. Let's go! О, вот так. Отличный запуск, задержка на полсекунды. Итак, друзья, ladies and gentlemen, please welcome to Monday Night Beyblade Burst. И left ring to the штат Connecticut Florida. Prominence Valkyria. А в лям углу ринга у нас Prominence Phoenix, который получает люлей при идеальном запуске. Да, проиграл, проиграл, все понятно. Хорошо, у нас дальше интересные бои. Это, естественно, Astral Spigen, тоже один из мощнейших волчков. Ну, давай. Пробуем. Не дурно, не кисло. Погнали. Бейблэйк. Опа, опа, опа. Кстати, на этой арене, в данном ее виде, как она лежит сейчас, вылет за арену редок. И это хорошо, это хорошо, поскольку мы можем набивать настоящий интересный поединок двух гладиаторов из Флориды. Наверное, я не знаю, откуда они, из Японии, из Кореи. А у нас, ну, победил немножко данный персонаж, но, опять же таки, мне кажется, что это все-таки случайность. Перезапускать я не буду. Мы двигаемся дальше. У нас Проминенс Валкири против Грэйтес Рафаэля. Ребята, это интересно. Это будет крышесносно. При этом рама особо не слетает у нашего... Давайте я буду двойного в Черный Феникс. Меня бесит Проминенс Валкири произносить ужасно. Это нереально просто. Значит, Дэд Феникс у нас проигрывает Грэйтес Рафаэля. Возможно, я начинаю думать, что Акфлейму он поинтереснее. По крайней мере, он пока что не сломался. Хорошо. Попробуем еще взять, знаешь, кого? Давай попробуем взять... Я не знаю, вот Ахиллес. Может быть, Ахиллес? А у меня есть игра, друзья мои, в которой есть фигурка персонажа Ахиллеса. У него есть верный друг, помощник, соратник, собрат Патрокол. И эта игра называется Unmatched. Вот. И там прям прикольно. Мы вчера играли с Настей Ахиллес против Медузы. Это было вообще... Пау-пау-пау-пау-пау! Мне очень понравилось. Ага. Итак, у нас... Ну, слушай, на самом деле я начинаю думать, что данный персонаж, возможно, и на турнир-то не пойдет. Потому что пока что он как будто бы проигрывает большинству. Ну, давай попробуем еще взять вот этого парня. Это у нас вообще-то правосторонний, да? Скажите, вы там это видите. А что ты берешь, левосторонний пускай? Не помог! Ого! Рама снесела! Ну и... Я не пойду за ней. У меня есть другая рама, красная. Если что, поставим ее. Не знаю. Слушай, возможно, Дэд Феникса, прором на свалки, реки, брать и не стоит. Берсту победил, но Берсту из-за драйвера, конечно, уступает сильно. Ну-ка, давай без рамы будем играть. Все, и допустим, у вас рама улетела, потерялась, сломалась. У вас ее украли, вам ее не доложили в коробку. Ну, мама замрала. Нету. Нету. Мама такая, типа, не будешь урой бэблой, заберу у тебя раму. Нет, мама! Посмотрим, посмотрим. Интересно. Интересный бой. Значит, у нас проминут свалки. Слушай, так стало ярко. Шесть вечера на улице, капец, солнце. Обычно уже пасмурно, но зима заканчивается. Март, снег еще лежит, но так или иначе он заканчивается. Итак, у нас Феникс против Роктавора, друзья мои. Я тебе говорю, он без рамы, даже веселее. Посмотрю, что происходит. Так, хорошо. Я не хочу тестировать его с драконом, гатлингом, потому что он слабейший вообще волчок. Аккурат с Кирбеусом и Скальбром. А вот против Ахиллеса всегда приятно. Ой, всегда хорошо. Всегда интересно, мощно молодежь. У меня так лампа ходит к ходуном, вы бы знали. А она от вибрации по столу просто нереально ведет себя. Это меня, конечно, беспокоит. Но думаю, что она сделана специально, чтобы так ходить. Ну чего, у нас Ахиллес непонятно пока, проиграет или нет. Но посмотрим. Да, Ахиллес проиграет. Почему, смотри, без рамы. Без рамы он лучше. Видимо, подобраться не к чему. То есть, получается, Ахиллес проходит по верхней кромке и удары особо не наносит. И интересный соперник, интересный поединок. Ну, друзья мои, что? Я думаю, ласт бой на сегодня. Пора девочкам-мальчикам на отдых. Мне, соответственно, тоже. А у нас Феникс против Пафнира. Ladies and gentlemen, last boy tonight, вечер. Друзья мои, если вам понравилось это видео, если вы сделали какие-то свои выводы, кого обратно турниры стоит, кого не стоит, кого покупать можно, кого лучше не покупать. Вот. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лукосы. Нажимайте на динь-дин-дон-диги-дон. С вами был ваш любимый, лучший ведущий, лучший обзорщик Бэйблэйда, слабояд и земля, да и в целом во вселенной. In the... Слушай, а что подумал? А, наверное, в мультивселенной тоже какой-нибудь батя Байзон, который тоже снимает? А, может быть, в мультивселенной есть мать Байзон? Не знаю. Все, все, милочки, всем пока-пока, друзья мои. Не переключайтесь, смотрите только меня.